Приглашаем следующего участника, Иванкову Алену, на сцену. Аплодируйте! Добрый день, дорогие слушатели. Меня зовут Иванков Аленов. Я писатель из Евпатории. И пишу я про героин, потому что я живу в Крыму. И вот это моя повесть «Мечтайка. Покорительность и легенда». Вообще преимущественно я пишу прозу. Но в этой повести папа моей главной героини, Варе, Мечтайке, он поэт. Поэтому тут есть его несколько шуточных стихотворений. Мама, она таксист, а папа поэт. И мама, она строга. И поэтому папа часто тушит ее строгость добрыми шутками. Вот. Сейчас я вам зачитаю немножко про Варю. Вот. А потом папа на стихотворении. Коротенький. Варя читала сказки. Глава называется «Все в твоих зубах». Варя читала сказки, рассказы и повести залпом. Будто пила лишневый компот. Наслаждаясь кисленьким послевкусом. Но больше всего она любила легенду. В комнате у нее ютилы есть книжные полки, заставленные сборниками прокрыты. Потому что именно на этом полуострой форме сердца она и жила. В солнечном городе Евпатория. По преданию, первым занял эти земли рукастый великан Геракл. Да, имечка, конечно, у него интересная. Варя на однокласснике часто подшучивали. Гера, как он. И не только над ним. В отношении у Варя с одноклассниками не складывались, не умножались. То ли потому, что они плохо считать умели, то ли потому, что жизнь – это не математический пример. Одноклассников расстражала ее полнота. Они называли ее вареник, запуглые щетки, как тесто, красную родинку, солнышко под глазом, начинка, пшеничные волосы, сметана. Но особенно ребята насмехались над ее успехами в литературе. Варя, как и папа, любит литературу. И в полесте она учится отвечать одноклассникам на всякие выпадки, добрыми шутками. Чему помогают и папа, и ее встречи с существами из разных легенд. Сейчас я вам прочитаю коротенькую легенду про место, которое называется «Храм Солнца». Давным-давно, когда люди ездили только на лошадях, веровали они в силу камней и видели во всем знаки. Но лел однажды пастух за своими козами и забрался высоко-высоко к подножию скалы. Пересохло в горе, в горле у него, а вода во фляжке закончилась. Облокотился он на холодный камень и подумал, хорошо бы сейчас свежей водицы испить. Хлынул дождь. Напился пастух и побежал за козами, что уже по горной вершине гуляли. Варя поднялся, посмотрел вдаль, а тут камень, на который он облокачивался, как солнце засветился. А у коз выросли крылья чаек, ведь они искренне любили высоту. С тех пор каменное урочище и прозвали «Храм Солнца». Поговаривают, он и до сих пор исполняет желание. И Варя в «Храме Солнца» загадала желание подружиться с одноклассниками. Дальше она встречалась с существами и училась быть более уверенной. Сейчас папина стихотворение вам прочитаю. «И не кричи, ты не кричи, пусть волосы, как змеи, бьются. Желай, мечтай и хохочи, все тайны пред опытом сдаются». Эта пара начала слышать крик медуз-горгон, которым в следующей главе она поможет разгадать загадки. Вот, сейчас еще стихотворение вам прочитать. «Галя, Галенька, Галюша, я море, и ты меня слушай. Обточу углы твои из камня, да сошишь ты берегами». Мама там как-то зверствовала, а папа решил погасить пожар пацанально. Тут снова мама выступает, а папа ей отвечает. «Галя, зачем так грубо? В трубочку свернулись губы. Неси добро и свет. Можешь еще приготовить обед?» И в конце Варя с родителями подбирают кошечку. И папа сочиняет стихи. «Варя просьбу послыхала, нам пожить и прибежала. Будет в тапочках твоих мурчать и колыбельные мягчать». Все. Спасибо большое.